Всем привет! Меня зовут Ленка, и я успешный блогер, бизнес-тренер и тренер личностного роста. Буддист, саентолог, маг-демонолог и потомственная дочь своего отца. Я была простой девочкой из Чертаново, но однажды я научилась менять реальность, открывать чакры, проходить сквозь стены через дверь, связываться с космосом через интернет и получать деньги практически из ниоткуда в кредит. Теперь у меня есть часы и фотография руля от Мерседеса с каршеринга. Я веду популярный ютуб-канал и не работаю, потому что никуда не берут. Вот мои фотографии с самим Евгением Касперским, Барри Алибасовым и Гуру чего-то там... А нет, это же моя доклассница. Но все они учились у меня, поэтому добились такого успешного успеха. И если вы хотите так же, то срочно записывайтесь на мой курс мышления для лохов. Только для тех, кто посмотрел это видео до конца и поставил лайк. Только до завтрашнего дня и всего лишь за тысячу рублей. Места ограничены, поэтому только 100 человек узнает, как заработать 100 тысяч рублей всего лишь за один день. Ну что, поверила чем-то знакомым? Встречали таких людей в интернете? Я наивно полагала, что времена сетевого маркетинга, бесконечных тренингов и сборищ бизнес-старости уже прошли. Что такое бизнес-магазин? Словно говоря, заработать первые 500, миллион, там, 2 миллиона. Хлопок и миллиард, вот примерно так. Думала, они остались на заре развития интернета, когда люди еще мало понимали, что к чему. И тут вдруг, каким-то боком, меня задели слухи об интервью Елены Блиновской у Ксении Собчак. Ты охуевательна. Спасибо. Но на этом не стрёмно зарабатывать? Нет. И для меня открылась бездна человеческой глупости и наивности вселенских масштабов. И если раньше это был еще какой-никакой инфобизнес, Должна же быть в этом во всем какая-то глобальная цель. Ее нет. То сейчас, кроме как инфо-цыганством, это действительно не назовешь. Поэтому я и решила поговорить об инфо-цыганах. Кто это такие и откуда они взялись? Почему вдруг эта зараза так резко распространилась? Семь лет назад я стоял перед выбором, заводить инстаграм или не заводить. Как отличить инфо-цыган от нормальных курсов и тренингов? Почему толпы людей на это ведутся? Почему одним это действительно может помочь, а другие оказываются в еще большей попе? Да ладно! Почему на самом деле мечтать вредно? Чем опасны такие сборища для нашего мозга? И почему их любители могут в прямом смысле оказаться у психиатра? Инфобизнесмены, бизнес-тренеры, тренеры личностного роста, коучи, мотиваторы. Как только эти люди себя не называют. Но суть их не меняется. Они продают вам воздух. Почти буквально. И иногда за очень большие деньги. Они собирают огромные залы и стадионы людей, готовых платить за ничто. Расскажи, как вы клиентов привлекаете? Я до сих пор не знаю точно, как это работает. А раньше таких людей на различные семинары и форумы собирал сетевой маркетинг. Вот эти вот Эйвен и Арифлей и Амвей. Если у вас был родственник или знакомый, который этим занимался, вы наверняка об этом слышали. А знаете, реально хоть одного человека, который на этом действительно хорошо зарабатывает. Кстати, родоначальником MLM мультилевел маркетинга можно считать именно Амвей. В 1934 году была основана компания California Vitamins, которая потом переименовалась в Nutrilite Products. Еще немного позже компанию выкупила Амвей. Но линейка биодобавок Nutrilite существует и по сей день. Адепты сетевых компаний всем знакомым прожужжали уши про супер-пупер бизнес. Да-да, они брали папочку с брошюрками, шли к соседке на кухню и называли это презентацией или бизнес-встречей. Вы спрашивали, ну и как, много ты уже заработал? Да нисколько, обычно отвечали они. Ты же только начал. Но вот у нас там есть Катя Федорова. Она уже золотой, бриллиантово-платиновый супер-партнер. И она зарабатывает миллионы и путешествует по всему миру. Да ладно! Об этих Катях и их чудесных историях им мы рассказывали на этих самых семинарах. Сетевая компания Ньюскин впервые стала привлекать или переманивать к себе хороших продавцов историями о бесплатных путешествиях, подарочных авто и так далее. Тогда и появились слоганы «Наша компания изменит вашу жизнь! Наша цель – сделать вас богатыми и счастливыми!» Слушайте эти слова, они изменят вашу жизнь. И это было уже в 90-х, если не раньше. Советские люди, не избалованные деньгами, но верящие в светлое будущее стройными рядами, ринулись в сетевой маркетинг. Вылилось это в огромное количество обманутых людей. Кредиты, долги и тотальный негатив к сетевому бизнесу в наших странах на долгие годы. Потому что многие люди хотят пользоваться качественным товаром, но не все из них готовы строить бизнес. Сетевой маркетинг и все его дистрибьюторы проиграли, когда сместили акцент с банальной продажи товара потребителю на истории об успешном успехе. Но тогда было сложнее. Не было интернета и шарлатанам приходилось объединяться в большие компании, чтобы искать наивных дурачков. А вдохновляющие истории золушек всегда пользовались спросом. Поэтому сейчас все они пошли в вольное плавание, и каждый теперь делает с собой курс. Честно, я сейчас в рожу плюну. Потому что сейчас жестко обесцениваешь мой продукт. И ключевое отличие современных инфо-цыган именно в том, что они не продают вам товар. Не продают вам конкретных знаний или навыков. Не продают чего-то хоть сколько бы ни будь измеримого. Нет. Вот основные признаки инфо-цыган. Они почти всегда отличаются отсутствием экспертности. Это не экономисты, не психологи, не врачи. У них нет научных работ и научного звания. Даже профильного образования. В лучшем случае какие-нибудь сертификаты каких-нибудь левых курсов. А неизвестные, талантливые, богатые – никто. Как их успех связан с тем, что они продают, неясно. Это может быть банальной удачей. В худшем случае вы наткнетесь на профессиональных разводил или поехавших крышей мамочек в декрете. Которые и сами были жертвами подобных курсов. Ничего не поняли, но захотели так же. Я говорю, ладно, так можно было раньше. Почему я сидела? Ничего не хотела. В лучшем случае это будут те, кто пытался строить свой бизнес. И особо не пошло. Иначе бы они и продолжали им заниматься. Ведь ни Билл Гейтс, Нилан Маск, ни даже Роман Абрамович почему-то не спешат организовывать форумы мышления миллионеров за 3000 рублей. У организаторов бизнес-старости из 18 бизнесов 17 были убыточными и быстро закрылись. Успешным был один-единственный. Тот, где они обучали других успешному бизнесу. Поэтому эти люди рассказывают про позитивное мышление, открытие чакр, состояние потока и энергии космоса. Ведь эзотерике не нужна экспертность. Если твои мечты не сбылись, значит ты просто мечтал неправильно. Их очень много этих людей. Да ладно! Инфо-цыгане не предложат вам реальных знаний, практических умений и навыков. Единственный их реальный навык – это уверенно болтать. Поэтому я замужем за топалом, а она нет. Но обучают они не ораторскому искусству. Блогер, который стал известным благодаря Ютубу, не обучает тому, как снимать и продвигать ролики, как вкладываться в рекламу и тому подобное. Он учит мышлению миллионера. Нет, это не мышление миллионера. Инфо-цыгане всегда рассказывают, что они мастера на все руки и во всех областях. Это вообще на все сто, и я это отупляю. Свои выступления они начинают с довольно очевидных, казалось бы, вещей. Шестью два будет двенадцать, вы же согласны со мной. Но знаете, что удивительно? Что дважды шесть, то же двенадцать. Потому что совершенно бесполезно набирать душлаг в воду. Она всегда будет утекать. Вы представляете, как круто, да? И вот, вы им уже доверяете. Учаянно на дураков деньги все-таки сваливаются. Бесконечные повторяющиеся вопросы и утверждения усыпляют бдительность. Думайте эти мысли, и это поможет настроить нужную радиостанцию внутри вас. Не зря же этот прием используют на допросах. Максимум пустых эпитетов, слащавых обещаний и минимум фактов. А в конце, чтобы окончательно усыпить логическое мышление, куча бесплатных бонусов, которые на самом деле стоят сто тысяч миллионов. Но если вы оплатите прямо сейчас... В общем, этакий магазин на диване. Побольше лапши и позитивное мышление. И тут обязательно подключаются ментальные пиявки. Инфо-цыган обязательно учит вас не только добывать деньги из воздуха, но и учит правильному образу жизни, правильной мыслью. Подстелить соломки, что-то просчитать, что-то где-то по-лишнему как-то подсуетиться. Нужно обязательно изменить обстановку. То есть купить у него билет на семинар на Бали. Начать позитивно мыслить. Выключить логику и не задавать неудобных вопросов. И обязательно поменять окружение на более настроенное на успех. То есть послать всех, кто говорит тебе, «Вася, ты чё, дебил? У тебя и так ипотека, автокредиты, 8 микрозаймов. Ну куда ты?» И начать общаться с другими инфо-цыганами, которые продадут тебе еще какой-нибудь курс о психологии влияния или о том, как правильно заводить друзей. Инфо-цыгане, как и обычные цыгане, любят сбиваться в табор и устраивать массовые тусовки, чтобы из рук в руки передавать друг другу наивных дурачков. Я передаю своих учеников тебе на время. Хотя и один инфо-цыган может предложить вам курсы на пяток различных тем. Ведь они же мастера на все руки. У каждого уважающего себя инфо-цыгана обязательно должен быть успешный ученик, чьими достижениями он будет делиться. Но, как правило, все их достижения тоже эфемерны. Ни одного конкретного факта или цифры. Превратил мечту в жизнь или жизнь в мечту, заработал миллионы, путешествует по всему миру. Дешевые понты, а руль, часы и заграница – это обязательные атрибуты инфо-цыган и их учеников. Но если все это так дешево и банально, то почему же тогда так много людей на это ведется? Почему они готовы поверить словам малознакомого человека? Почему опыт соседа кажется нам ценнее реальных знаний и научных данных? У каких-нибудь биодобавок, к примеру, нет доказанной эффективности. Но Машка-то говорит, что она пила и ей помогло. Надо и нам попробовать. Да ладно! Нам кажется, что на такие курсы и марафоны падки... глупые и ленивые люди. На самом деле, поиском волшебной таблетки в той или иной степени заняты почти все. Кто-то хочет без работы быстро заработать, кто-то быстро похудеть без спорта и диет, выучить английский за неделю или научиться петь всего за три занятия. Разбирающиеся в этом люди обычно осмеиваются над такими, хотя в какой-то другой сфере сами могут верить в похожую чепуху. Психологи же говорят, что к поиску чуда-то средств людей чаще всего подталкивает не лень, а отчаяние и беспомощность, тревога и внутренняя боль. Инфоцыгане активно начали множиться с развитием Инстаграма, а я не раз уже говорила, что красивые профили в сети провоцируют у обычных людей зависть, тревожность и стресс. Хотя мы этого не всегда осознаем, но на фоне красивых и успешных блогеров наша жизнь начинает казаться нам убогой. Это называют синдромом упущенных возможностей. Если судить о мире только по ленте Инстаграма, то все кажутся нам счастливыми и богатыми. А ты почему-то это упускаешь. Ты тоже должен быть где-то там, на фоне пальм. А ты что-то вдруг такой неудачник, живешь в Урюпинске и работаешь на нелюбимой работе. Ведь в Инстаграме вы вряд ли найдете чей-то правдивый пост о том, как кого-то бесит его работа. Я что-то такого не припомню. Больше того, все эти пальмы, часы и тачки очень часто сплошной обман. Пару лет назад был такой Инстаграм-миллионер Борис Борг. Он взялся не пойми откуда. Начал постить фоточки из дорогих ресторанов, с дорогими машинами и даже с частными вертолетами. Богатого пенсионера начали приглашать сниматься в клипах, в рекламе одежды и на Первом канале. А оказалось, что это обычный пенсионер из подмосковных химок, живущий на небольшую пенсию. А его аккаунт это эксперимент маркетолога Романа Зарипова, на раскрутку которого они потратили всего пару недель и 50 тысяч рублей. Но инфо-цыгане, в отличие от простых людей, очень хорошо понимают, в каком мире они живут, в каком мире вы живете. Поэтому ваши слабости, вашу зависть, вашу депрессию они научились подогревать и использовать, чтобы зарабатывать на вас деньги. Они предлагают немедленное решение ваших проблем. Чтобы вас заставило реально завтра жить жизнью вашей мечты. И люди, измученные неопределенностью настоящего и неизвестностью будущего, измученные своими внутренними переживаниями, хватаются за эту соломинку. Ведь им обещают светлое будущее уже больше 30 лет. А его все нет и нет. Но можно ли быстро избавиться от деструктивных установок, моделей поведения и комплексов, которые закреплялись в вашей голове в течение многих лет? Как думаете? Нет. Психика человека сложно адаптируется к переменам. Как гласит древняя восточная мудрость, быстро – это медленно, но без остановок. За нашу мотивацию на физиологическом уровне отвечает дофаминовая система или система вознаграждения. Я про нее уже упоминала в ролике про хроническую усталость и выгорание. Дофамин – это нейромедиатор, который участвует во многих механизмах, включая обучение и закрепление навыков. Но его базовая функция обеспечивает нам чувство удовольствия. Наш внутренний пряник сделал что-то полезное для выживания, получил пряник. Есть первичные стимулы, на которые мозг реагирует сразу и безусловно. Это физическая активность, еда, особенно самая питательная, сладкая и жирная. Секс и все, что с ним связано, общение с красивыми людьми, прикосновения – все это приносит нам удовольствие. Обучение, зарабатывание денег, работа над внешним видом, завоевание наград в спорте и тому подобные вещи – это класс вторичных или внешних наград. Внешние стимулы работают через научение, привязывая вторичные стимулы к первичным. Любая похвала ассоциируется с повышением чувства собственной значимости. А все, что субъективно повышает собственную значимость, косвенно связывается с сексуальными стимулами. Красивая внешность – лучше самка. Больше денег – лучше самка. Успешнее работа – лучше самка. Получая похвалу, мозг выплескивает дофамин и запоминает обстоятельства, при которых произошли приятные события, и впоследствии стремится к их воспроизведению. Вторичные стимулы сильно зависят от нашего окружения. Как показывают исследования, в ответ на сильные кратковременные стрессоры, боль, испуг и тому подобное, уровень дофамина тоже поднимаются, но вместе с кортизолом и адреналином, что дает нам силы справиться с трудностями и преодолеть какие-то препятствия на пути к удовольствию. А вот при длительном и регулярном воздействии стресса, например, ежедневный просмотр лент соцсетей, дофаминовая система оказывается угнетена, и мы чувствуем подавленность и отчаяние. Ищем уже не просто решение проблем, а волшебную таблетку, экстренный выход, собственные силы на исходе, и мы нуждаемся в спасении. Так что, если где-то вы узнали себя, то это повод задуматься. На самом деле, все наши действия, все наши желания и эмоции управляются гормонами и нейромедиаторами. Все, что мы хотим делать или не хотим, выбираем мы легкий путь или сложный, какие эмоции испытываем при этом. Все зависит от маленьких штучек у нас в мозгу и их правильной комбинации. Не мы управляем телом, а тело управляет нами. А в здоровом теле здоровый дух. Хорошая новость состоит в том, что, зная физиологию, мы можем приучить себя и научиться вырабатывать больше дофамина, который даст нам энергию, чтобы реально добиться успеха. Плохая новость в том, что, конечно же, только мечтаниями, открытием чакр, связью с энергией успеха и прочей лабудой, этого не добиться. В ответ на ваши позитивные мысли, конечно же, будет вырабатываться дофамин, но как будто в кредит. Мы вспоминаем или представляем какие-то события, которые связаны с дофаминовой системой. Что-то, что приносит нам удовольствие. За мыслями должны последовать реальные действия и реальные достижения, после которых этот кредит окупится с процентами. Именно поэтому у единичных людей это работает. У тех, у кого действительно есть бизнес-идея или какая-то возможность, и они действительно поднимают зад и что-то делают. Но если вы ничего не добились, а лишь погрузились в иллюзии, то когда на вас обрушится действительность с по-прежнему нерешенными проблемами, эйфория сменится глубокой депрессией, как похмелье. Из нереального измененного состояния сознания возврат в реальность. Только после той эйфории на контрасте реальность кажется еще более убогой. И тогда человек покупает еще один курс, строит еще больше воздушных замков и спустя какое-то время оказывается в еще большей яме. Такие люди становятся заложниками этих тренингов и семинаров. Они для них становятся единственной радостью в жизни. Этакие тренинговые наркоманы. Эти люди рискуют заработать серьезную болезнь – шизофрению. Здоровый человек мечтает, строит определенные планы и действительно движется к своей мечте. Когда мы злоупотребляем своими фантазиями, начинается патология. Если мы часто будем представлять успех, но по факту ничего не делать, наш мозг начнет перестраиваться. Мы перестанем получать дофамин от реальных действий. Эта связь начнет распадаться и будет крепнуть связь с мечтаниями. Зачем бегать по утрам, если можно просто представить, что ты уже побегал и получить свой заветный дофамин? Только вот фигуру это не улучшит и связи с первичным стимулом не будет. И как и с любым другим веществом в организме, важно не только количество дофамина, но и чувствительность рецепторов к нему. Поэтому с каждым разом приходится увеличивать дозу. Когда ты и правда движешься к цели, это легко, а когда это лишь мечты. Человек все больше и больше начинает представлять себе волнующие события, строить суперпланы и придумывать сверхидеи. Более приземленные обычные вещи становятся ему неинтересны. Человек все чаще, порой даже неосознанно возвращается к своим сверхмыслям. Они приобретают маниакальный характер. Он отрывается от реальности, не может работать, нарушаются его социальные связи и особенно с тем, кто его идеи не разделяет. Когда возникают проблемы, дофамин становится уже не способом получить удовольствие, а возможностью просто забыть о проблемах. В таком режиме в системе поощрения возникают сбои. Гормональный коктейль заставляет мозг функционировать хаотично. Он уже не различает, где действительность, а где фантазия. В голову могут приходить воспоминания, не существующие в действительности. Пытаясь это как-то объяснить, человек считает, что ему их вложили, например, инопланетяне. А реализовать свои суперидеи мешает не собственное бездействие, не, а какие-то тайные злые силы. Например, теневое правительство. Так что неправы те, кто говорят, что мечтать не вредно. А как же тогда действительно нам стать богаче, успешнее и счастливее? Да все просто. Вместо того, чтобы листать инстаграм и обучаться правильным мыслям, начните обучаться тому, чем действительно можно зарабатывать. Да, у вас может быть высшая медицинская, но вы получаете 20 тысяч. Ну что ж, сэляви, мир изменился. Научитесь шить одежду, делать сайты, фотографировать, выучите иностранные языки. Не видела ни одной вакансии, где бы требовались навыки мышления миллионера. А эти умения требуются повсеместно, и за них действительно платят деньги, которые сделают вас успешнее и богаче. Ставьте лайк, если согласны. Пишите в комментариях свое мнение обо всех этих марафонах и тренингах. На кого больше похожи их любители? На успешных людей или психов? Как часто у вас самих получается вместо реальных успехов наслаждаться только мыслями об успехе? Давайте менять это вместе. Надеюсь, теперь вы понимаете как. До скорых встреч! Продолжение следует...